Экотвор расположился на территории школы номер 2. Здесь работал пункт приема бытовых отходов. Можно было сдать пластиковые бутылки, накопившуюся макулатуру и использованные батарейки. Сортировка обязательно. Пластик, стекло и бумага получат вторую жизнь. Опасные отходы правильно утилизируют. 50% от всего мусора – вторсырье. Например, 25 пластиковых бутылок – это целая флисовая куртка. Порядка 700 алюминиевых банок – велосипед. А из 6 килограммов макулатуры можно сделать 1500 школьных тетрадей. Дело в том, что есть многие отходы, которые совсем не принадлежат практически разложению. Так, например, стекло, которое разлагается 100 лет. Вот каждый кусочек стекла будет лежать еще долгое время. Пластик от 100 до 400 лет разлагается. Естественно, если этот мусор весь будет долгое время находиться в почве, понятно, это и мусор, это и совершенно непригодная почва. Естественно, нужно об этом подумать, задуматься, скажем, и начинать раздельно сортировать отходы для того, чтобы они пошли обязательно в переработку. Здесь же развернулись информационные точки. Каждому раздали буклеты с инструкцией, куда необходимо сдавать отходы на переработку и как организовать сбор мусора дома. Анапчане проявили активность. С самого утра несли сюда бутылки и ненужную макулатуру. Полина пришла вместе с подругой. Об акции узнали на уроке биологии. Я хочу, чтобы наша анапа стала чище. О том, как вторсырье можно превратить в новые полезные вещи, участники акции узнали на специальных мастер-классах. Ребята мастерили подделки, аппликации, учились шить эко-сумки, чтобы меньше пользоваться полиэтиленовыми пакетами. А на точке дармарка вторую жизнь получили детские игрушки. Главная цель этого праздника – это показать людям, детям, семьям, взрослым о том, как им можно делать свой вклад в решение проблемы мусора. Это очень серьезная и острая проблема. Мы показываем, что же можно конкретно делать. Что можно сдавать отходы в переработку во вторичную, чтобы из них получились новые вещи. Что можно уменьшать количество мусора, который мы производим. Что можно вещам дарить вторую жизнь. Как, например, сегодня люди приносят книги, люди приносят хорошие вещи для того, чтобы в рамках таких точек, как книговорот и дармарка, подарить им вторую жизнь. На сегодняшний день в Анапе раздельно утилизировать можно лишь бумагу и пластик. В информационных буклетах указаны адреса и телефоны организаций. Батарейки, собранные на эко-дворе, будут отправлены в Краснодар. По словам организаторов, вполне возможно, пункт приема опасных отходов скоро появится и в Анапе. Продолжение следует...